Сделано в ветке 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 И были шоп-туры, машин еще очень мало было частных, вот шоп-туры в ближайший ЧПЕЦ. Там еще не опомнились и не попрятали все. Там было другое снабжение, там же было другое снабжение столичное, было снабжение совершенно отдельное. Были сигареты, которых не упить, и анфеты, и вина. Нет, что касается предметов одежды, там просто было несорвнимо. Даже в лучшем нашем сумме универмаги таких товаров просто не было. Жень, прервемся буквально на рекламу и вернемся. Да. Сделано в ветке. Евгений Питунин, краевед, историк, руководитель Музея Вятского государственного университета у нас в гостях. Мы продолжаем наш разговор о 1975-м году. Ну да, остановились на шоптурах в Чепецк. На шоптурах в Чепецк, да, и тут еще за кадром. Как раз я буквально недавно был в Чепецке, и там он говорил со старожилами, они тоже так вспоминают. Те времена, потому что это не только мы к ним ездили за хорошей жизнью, они жили этой хорошей жизнью. Да, и несмотря на то, что и раз и вывозили, все оставалось и хватало. Кстати, тогда была броня от армии для тех, кто работал на комбинате. Ну, видимо, не всех, а в определенных цехах там вредных, но вот старались попасть, а то не хотел идти в армию. Вообще-то, очистень и город был там пешком же, весь его проходили вот по центральной улице. Ну да, в 1975 году был уже, в принципе, готовый проект огромного такого нелепого здания, которое когда-то называли АТС, а сейчас это название тихонечко подзабытое, но я не знаю, как это называют, Пупырь на Московске. Ну, и в итоге-то их несколько таких поставили. Да, здание проектировалось именно для междугородней связи. Вот, в принципе, ну, это вот действительно старый город, и выбрали, если бы в новостройках, оно бы, естественно, смотрелось. Вот, да, планировав вот эти невысокие дома и огромное здание, проект этот меняли несколько раз, уменьшали, там сделали. Вот, действительно, телефоны, они в 1975 году, это было невиданно, это только у большого начальства, у нас в школе, я в классе помню, ну, очень немногие. Ну, у нас, наверное, там человек пять-шесть имели домашние телефоны, остальные нет, но зато автоматы на каждом углу стояли. Да, и это сохранялось до 90-х, вот, я думаю, что умышленно не телефонизировали население, потому что они могли контролировать разговоры, и вот эта шпиономания российская, она бы сыграла свое значение, и даже когда мне в 90-е уже ставили первый телефон с каким-то там уплотнителем от соседей, то я расписывался, что я не буду вести их-то, антиправосоветских там и прочих разговоров. И поэтому был начальник телефонной станции, это была огромная фигура в городе, не потому что он там специалист, а потому что он мог там, его надо протолкнуть. Да, кому-то, кому-то, да, установить установку телефона. Кто-то сейчас знает начальник о телефонной станции, а тогда это звучало, я даже помню, на БУП этом был один-то, ой, долгое время. Ну, вот, тем не менее, а между, ну, вот, сейчас люди не помнят, что такое было междугороднее, телефон. А вот на главпочтамте были-то и деревянные бин, и застекленные, много-много бина. Приходишь, заказываешь, платишь денежку, ой, это небольшое, и сидишь в зале, сидишь, и потом вызывают, там, Минск, там, или Вологда, или что-то. Кабина такая, да. Кабинка номер такой, ты туда бежишь, и там очень плохо слышно, вот это вручную, еще до революции, телефонисточка соединяла, там, все это прерывалось, трещало. Потом на самом интересном месте голос труб, у вас деньги закончились, продлевать будете? Буду, 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 еще, еще. Вот поэтому это хотели модифицировать, видимо, эту связь, но, ну, ведь не было компьютеров, вот, сейчас бы, вот, мне кажется, вся бы эта ухня, она, ну, влезла вот в эту студию, наверное, бы. Безусловно, ну, что-что о телефоне из тех лет, конечно, кардинально изменилось. Вот, если проект этот я вчера почитал, забавно было, что планировалось это под автоматическую станцию кварц с огромными, такими, бобинами магнитной ленты для управляющей ЭВМ. Там же там и телефонист, и должны были быть вот именно вот барышня-барышня, а там, потому что, да, обрабатывались азы вручную, этаж занимала аппаратура дальней связи, то есть передача сигналов на расстоянии требовала серьезной техники. Еще один этаж был полностью отдан телеграфу, где, помимо аппаратуры, которая занимала немало места, был огромный зал с телеграфистами, которые вручную передавали многочисленные тогда телеграммы. Ну, ведь не было, да, ни скайпы, ни мессенджера, ничего не было, даже в Америке не было. И только на одном этаже, там, ГРАС, ЭТС, вот, обычно, так, что вот построили, ну, потом, видимо, пришлось это все освобождать сейчас. Ну, в принципе, не пустуют эти... Там Росстоликом сейчас едет, по-моему, на Росстоликом. Да, да, но все равно, это вот забавно было, что никто не ожидал такого прогресса, что буквально там придет... Нет, ну, это же было вот это, на Московской первую построили, потом построили, по-моему, на Свободе, где-то еще, по-моему, там... На Менделеево. На Менделеево, да, 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 то есть такие здания огромные, да, все равно несколько построили, а сейчас, как бы, оказалось, что вот такого типажа здания не нужно и просто. Ну, чем еще отмечен 75-й? Вот, начал свою работу дискуссионный клуб «Зеленая лампа». Версинки. Одно из старейших читательских объединений, библиотеки Герцен, первое заседание состоялось раз 23 апреля 75-го года, а всего прошло более 300 сейчас заседаний. Вот до сих пор у нас этот клуб существует, действует, и я думаю, что еще долго он... и название удачное, «Зеленая лампа». Название удачное. Главное, что такое место хорошее, очень, по-моему, в Герценко. Хорошее, уютное. Очень хорошее место, да. В принципе, вот, на фоне их-то сближений с Америкой, на фоне, вот, там, тянули мирные газопроводы в Европу, то на фоне того, что Брежнев там постоянно встречался с президентами и разоружался... Ну, тогда слово было очень активно, не забывая, разрядка международной напряженности, да, детант называлось это по-французски, по-нашему разрядка называлась такая политика. Это основалось и Ирова, потому что вот стал в 75-м году уже относительно доступен туризм. Не в смысле там в Эдах ходить там по лугам и по горам, а куда-то ездить. В основном в соцстраны, вот, конечно. Но в Ирове появилось такое БММТ-спутник, то есть... Беро молодежного туризма. Да, Беро молодежного туризма при обкоме Комсомола, где занимались отправкой молодежи за рубеж. Ну, в основном, конечно, Болгарию, Польшу, ГДР, но чаще в Румынию, там, стремились попасть или в Югославию, потому что они считались почти что дикими обстранами, и оттуда можно было что-то вывести. В Югославии вообще на особым счету была, она как бы такая была страна. У него даже там обменный фонд был, как в Кап-странах. Забавно, что в Ирове, ну, конечно, и раз уж Комсомол возглавил, то вот группы за границу формировались из победителей популярных тогда онлосов, молодых механизаторов, к примеру, или мастеров машинного доения. Или искусственного осеменения тоже, да. Ну, типа того, что, в общем-то, главной ультурной потребностью большинства которых за границей было хорошо выпить и что-нибудь привезти. Ну, так, в принципе, это не только касалось этой категории, в общем-то, большинство ездили за границей, чтобы что-нибудь привезти оттуда. Ну, привезти-то что-нибудь было проблематично, потому что обменный фонд составлял 30 долларов, по-моему, обменивали в 75-м курсу полтора рубля. Нет, ну, обменный фонд тогда был, если ехать в Болгарию, 300 рублей ты советских мог обменять вот на эту вот, на местную валюту. А в Югославию только 30 рублей. Вот в чем дело было. В Югославии, как бы, и в Капстранах тоже было 30 рублей. Ну, и путев стоило недешево, там, 200-300 рублей. Да, ну, там, если ты ехал, как по комсомольской линии, там были еще вот эти всевозможные возмещения, компенсации, льготы и так далее. То есть, в принципе, это было подъемно, съездить было можно. Но, опять же, ты проходил там целую серию всяких инструктажей, там, собеседований и так далее. Ну, крови пили немало. А в Капстрану-то, если три раза, по-моему, не съездил со страной и себя там хорошо не вел, то... Если ты не съездил в Болгарию, то ты вообще никуда не поедешь. То есть, сначала надо было ехать в Болгарию первым делом, насколько я помню. Валюты хватало. Ну, на пару РСОВ в СССР еще не выпускались. Вот у нас, Роми, да и слово вот это о РСОВ еще не все знали. В обиход не вошло. Посещали видеозал обычно с порнухой, потому что тут, ух, в России. Потом мы сажали в Россию. Да, вообще, это событие, это шоу был, наверное, когда приезжали. Ну, везли тогда виниловые пластинки, белые НСИ, дешевые сувенирчики. Были обменные товары, но это сохранялось и дольше. Но в 1975-м в Ирове везли и дымку нашу, матреш, и руссоветские фотоаппараты, ФЭД. Ну, конечно, были легенды, в том числе и в Ирове. Я слышал, наши делегации там из пижан или там откуда-нибудь из лузы ездили. И приходилось там искать и выносить тела отдыхающих из винных дегустационных подвалов. Хотя бывал я в этих подвалах, но питься там очень проблематично. Дайте, на перст, ой, дают, этой слятиной или о том, на горнолыжных уроках Югославии вятались с горов снаряжений, состоящим из черных ремпленов брюк от костюмов, белых рубахах и андаторовых шапках на головах. Ну, в чем приехали, в том и катались, в конце концов. Ну, что они могли еще на себя надеть в то время, да? Еще там тенденция моды в том, в прошлом выпуске мы говорили, брюки от бедра, там уже на талии сидящие. И в 75-м, видимо, был завоз в Иров клетчатых румынских пиджаев. Они были разных расцветок. Вот это была униформа у тебя. Лишь этот румынский пиджаев 22 рубля он стоил. И огромный значок, упали значок, там много очень было с дымчатым стеклом. Там можно было вставить под него любую картинку. Ирову 600 лет, или выривали иголочное стекло и ставили любимую группу. У меня был Юра Ахип, Тереса Песниры мог менять по тем временам. Ну, джинсовый бум не наступил, но стали появляться где-то... Цены тогда на джинсы были вполне еще такие мирные. Ну, 70-м, ну, были, нет, появлялись тогда. Да, 70-м, можно было и за 60-м, за 50 взять. Там зависело от продавца, потому что как раз в 75-м он купил себе первый райфл. Появлялись, везли вот из этих турпоездок, или у нас упали где-то там с рук. Были одра с тенями, называлось это, и нелепые джинсы, они уже были расцветки. Они раскрашенные были уже, да, будто потертые. И потом, не помню... У меня были такие же немецкие лесниц фирмы, да, тоже вот раскрашенные уже. Они лишенные были, и еще были джинсы рилла, по-моему, болгарские. Они почему-то не пользовались, считались, ну, вы сейчас сказали, не пацанские, и поэтому... Они как-то очень странно шились, понимаешь, они никому не были в пору, вот что я помню, да. Они на всех висели как-то странно, вообще, не знаю, на кого они шились вообще. Про Адидас позже появилась, а тогда уже появился поговор, там, в Ире, вот я с того года запомнил, ну, пардон, у кого на попе... Грилла. У того же, на Грилла. Ну, вот. И в 75-м еще появились у нас и обмен... Вот я говорю, что уже дефицитом поверила, появились обменные пункты у Латуры. На них... И раньше были и это передвижные точки машины, или там будки стояли, где там дети на пистоны сдавали, там на пистолете и грушки, а тут вот книги стали давать дефицитные, и поэтому... Вот я помню, что тогда было два, один на Московской возле Менделеева, где-то там вот во дворах, а другой на углу севера Садовой и Лепсе. Вот там, конечно, были первые детективы Чейза, Семенона, Фантастика, вот Дюма там и прочее. Обменивались на ненужную бумагу. Для того, чтобы получить одну книгу, нужно было собрать 20 килограммов. А народ был уже поднатревший в пионерском возрасте собирать макулатуру, поэтому собрать это было бы, в принципе, без проблем. Ну, тогда и бумага оборота была гораздо больше, чем сейчас. Бумага везде была. Главное было знать места. Ну, появились первые, конечно, страшно дорогие стереомагнитофоны. Юпитер и Сатурн, и вот позднее... Как-то они очень довольно косячно работали, насколько я помню. Все, кто брал, мучились с ними очень долго. Поначалу, там, у Айдис, там, упать пластин, конечно, у францовщика, это, там, 50 рублей, а записать можно. Лента тоже была, магнитофонный дефицит, или плохая фирма Тасмана осыпалась. Плохая, крошившаяся, да, крошилась. Но в основном ходили, и мы же не знали качество, они стоили 475 рублей, это, там, 5 зарплат средних, ну, 4 зарплаты. Ну, 4 зарплаты средних, да. И мы ходили, смотрели в старом Нермаге, был на первом этаже отдел радио, электронный, и вот, и, конечно, упали, выпускалось. В 1975 году погнали целую волну, немного, видимо, приоткрыли занавес, и стали выпускать. Это и синий, и зеленый, и пластин, и гипп, и там, ое, что, и Роллинг Стоус появился, и Битлов, там, Саймон Гарфан, и даже Высоцкого стали. Кризис Клевот, Ревайвл, даже Т-Рекс был на гипкой пластиночке, да. Евгений, у нас буквально минутка остается. Что еще у нас, по 75-й год, забыл сказать. В общем, вот такое веселое было время, и еще, конечно, в 1975 году в журнале «Смена» был опубликован роман «Братьев Айна» Рафаэла «Эра милосердия». Которые снимут бессмертный фильм «Место встречи». Вот, хотелось бы побывать, конечно, хотелось. В 1975 году? Да, конечно, хотелось бы. В 1975 году. Ну что, зато мы вот сейчас немножко так устно об этом вспомнили. Спасибо большое. И до встречи через две недели. В 1976-м. До свидания. Сделано в ветке.